Пацаны в строях стоят, руки держат автомат. Папу с тобой будут жить, будут Родине служить. В преддверии мужского праздника, Дня защитника Отечества, в Каннском политехническом колледже выбирают мистера. На конкурс пришел и представитель местного военкомата, чтобы сказать будущим защитникам напутственные слова. А парни, кажется, уже и так вовсю готовятся к службе в рядах вооруженных сил. На сцене они показали, в какой они форме. Студентам пришлось преодолеть несколько этапов конкурса. Это визитка, боевая подготовка и конкурс талантов. К слову, именно в последнем участники показали, кто на что гораст. От тяги штанги до танца. Членам жюри струнду удалось выбрать победителя. Им стал Евгений Чистов, студент первого курса и будущий юрист. Оказалось, что их выбор совпал с выбором зрителей. Я просто хотел участвовать в своем конкурсе. Ведь я сам всегда с всего добиваюсь. Это была моя цель, можно сказать так. Вице-мистром же стал Дмитрий Раменский, обучающийся по специальности мастер жилищно-коммунального хозяйства. Очень доволен результатом. Проигравших, как говорится, не бывает. Готовиться к конкурсу было, честно скажу, не сложно. Ну, так как есть уже маленькая подготовка где-то. Старался как-то помочь парням. Нужно отметить, что такого рода конкурс в стенах этого учебного заведения проходит впервые. Во-первых, у нас большая часть студентов – это парни. А поскольку праздник вот такой грядет, мы впервые за последние годы проводим именно мистер колледж. А как традиционно это месяц колледжа, праздник 8 марта. Я думаю, что первый раз конкурс, на мой взгляд, удался. Организаторы воодушевились возможностями, талантами парней и думают над тем, чтобы сделать конкурс мистер колледж ежегодным. Татьяна Блинкова, Александр Минеев, телекомпания КАНС, 5 канал.